Дальше пишет Раб Божий Михаил. Разрушил любовь девушки к себе, покаялся, стараясь жить по вере. Сам люблю ее и прошу Бога миловать меня и вернуть ее любовь ко мне. Но время шло, дела не шли, лад на лад, я дал обет, что стану священником, если Господь благословит нас на венчание друг на друге. Насколько такой шторг вообще уместен перед Богом, повышает ли он шансы получить просимое? А если просимое не подается, то что становится с обетом? Дорогой Георгий, такой обет, вернее Михаил, прошу прощения, дорогой Михаил, такой обет, как стать священником, давать никогда нельзя. Вы не вправе давать такой обет. Священство – это дар. Вот монахам можно дать обет быть. Потому что монашество – это добровольное обещание, там, скажем, нищеты, одиночества, послушания, молитвы, постепенного умирания ради вечной жизни. А священство – это дар и служение. Это все равно, чтобы вы сказали, вот если, например, ты сделаешь, ну, то-то и то-то, Господи, я обещаю быть царем. Вот обещаю быть царем. То есть получается, что тебе Богу надо, мало того, что тебе исполнить твое прошение, еще и царем тебя сделать. И здесь так же получается, что мало того, что Господу Богу нужно сделать твою просьбу, там, с этой девушкой, чтобы ваши сердца сошлись, так еще Бог же должен тебя священником сделать. Кто тебе внушил, что ты можешь быть священником? Откуда у тебя такая дерзкая мысль взялась? Что в тебе есть такого, чтобы быть священником? Вообще, ты знаешь, что священство – это такой страшный дар, который требует всецелого сгорания на жертвеннике, что ты вообще не оставляешь, для тебя ничего не остается. Ты должен быть чуткий к людям, ты должен быть начитанный, как, не знаю, как Платон, понимаешь, такой и умный, как Сократ. Ты должен быть и аскетом, и молитвом, ты должен молиться, как Ян Кронштадтский, понимаешь, или хоть чуть меньше, не вон, но похожим образом. Ты должен весь жить на небе, и при этом не покидать землю, вникать во все житейские дела и постоянно созерцать сидящего на небесах, одеснуя Отца. Ты должен с Писанием не разлучаться, должен любить людей, должен хотеть всем спастись, должен постоянно упражняться в Божьем Слове, служить как можно. Да вообще, что ты себе в голову взял, дорогой ты мой? Иоанн Златоуст говорит, что вообще из нас священников мало кто спасется. Господи, помилуй, я не хотел бы, чтобы эти слова на мне сбылись, потому что это не шутки. Но священство брать на себя, чтобы потом в ад залезть с этим священством, зачем это надо кому? Люди просят того, чего они не знают обычно. Ты просто не знаешь, о чем ты просишь. Если бы ты попросил сделать это царем, это было бы меньшей дерзостью. Хотя сам слышишь, что это как бы дерзость, доходящее до хамства. Можно я буду царем? Это то же самое. А можно я буду священником? Ничего себе. Обеты, значит, я обет, например, там, даю обет совершить паломничество пешее, например. Я однажды поехал в Вичме один. Вот захотелось мне. Это там, где копье богопрободенное, вот это вот там, что Лонгина сотника и так далее. Мы поехали там на два дня буквально там с семьей. И я там с каким-то молодым человеком разговаривал. И он говорит, я живу там, условно говорят, от Ачмиадзина, например, там, допустим, в 30 километрах или в 50. И я дал обет, что я буду приходить там пешком, вот этот Ачмиадзин, там туда, это местная святыня армянская очень, там, вообще-то, вот столько-то там раз, чтобы бог дал мне жену хорошую. Вот это обет, я понимаю. Пойду пешком, например, там, в Троицергиеву Лавру. Или там, раздам столько-то денег нищим. Вот будут не 10% отдавать, а 20% будут отдавать заработанный денег там бедным. Вот это обет, я понимаю. Или, например, там, обязуюсь выучить наизусть Евангелие от Матфея. Вот выучу, например, там, вот тогда, Господи, сделай для меня вот то, что я прошу. Это уже договор, потому что это тяжело будет. Надо будет год учить. Да еще не знаю, выучишь ли. То есть нужно будет учить, 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 учить. Вот это обет, я понимаю. Пост, молитва, писание, паломничество, какой-то труд такой, значит, и так далее. Буду вставать 12 часов ночи, как бы, и класть 100 поклонов каждый день. Пока ты мне не дашь хорошую жену, там, или пока ты не помиришь меня с ней. Это обет. Ага, буду священником. Это не обет, это какое-то неразумие великое. Неразумие. Поэтому нет на вас этого обет. Это глупые слова, ничего не понимающего человека. Считайте, что нет на вас их. Это не обет никакой. Не нужны Богу такие обеты. А вообще торг такой, это не торг, это взаимодоговоренности такие. У нас же завет с Богом. Завет. Завет – это обоюдная, некая заключенная такая договоренность. То есть я тебе сделаю это, если ты сделаешь это. Это завет. Это двухсторонняя договоренность. Был ветхий завет, там были своя двухсторонняя договоренность. Вот вам закон, а взамен я вам обещаю то-то, то-то, то-то. Теперь новый завет в крови Иисуса Христа. Сияя из крови моя нового завета, значит, он нам тоже обещает прощение грехов, царство Божие, новую жизнь и так далее. Взамен на то, что мы полюбим его как Бога и Спасителя и будем творить волю его. То есть нужно вступить в обоюдное согласие. Поэтому такие вот зароки и обеты, они имеют место быть. Это нормально. Есть обеты крещения, есть обеты монашества, есть обеты венчания. Так что это увеличивает шансы. Конечно, увеличивает шансы, потому что укрепляет веру и сильнее привязывает человека к Господу. Но только они должны быть умные. То есть, говорит, не спеши сказать перед Богом слово, потому что ты на земле, а Бог на небе, ты слово сказал, но вылетело и не поймаешь. Поэтому вот не всякий обет нужно выполнять. Такой обет, как вы дали, выполнять не надо. А я вам привел несколько хороших примеров, возможных обетов. Давайте, упражняйтесь, взвесьте свои силы, подумайте, что вы можете, чего вы не можете. И дайте посильное обещание Господу в надежде, что Он взамен в благодарность или в похвалу или в благодать свою сделает вам то, что вы очень хотите. Говорит, так и скажите Богу на молитве. И вот, Господи, ну хочу вот на этой девушке жениться. Я виноват перед ней, она отвернулась от меня по моей вине. Как мне загладить мою вину перед ней, перед тобой? Я обязуюсь делать вот это, это и это. Пожалуйста, помилуй меня, помоги мне, сделай то, что я... И начинай трудиться, и делай то, что ты пообещал. Это, конечно, укрепляет веру и связь с Господом. И оттуда может родиться различные благодеяния.